Вчера состоялось очередное заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики. Депутаты рассмотрели проект решения Думы о внесении изменений в положение о гарантиях магаданцах, работающих в муниципальных учреждениях. Так, руководитель правового управления мэрии областного центра Лариса Поликанова предложила расширить перечень неработающих членов семьи, сотрудника, имеющих право на оплату один раз в два года проезда в отпуск за счет работодателя, дополнив его совершеннолетними детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях. Во время голосования все депутаты решили поддержать этот проект. Также обсудили вопросы о безопасности и состоянии школьных автобусов. Семь автобусов мы получали в период с 2017 по 2019 год, эти автобусы по 34 посадочных места. Один автобус получен в 2019 году, у него тоже 34 посадочных места. Один автобус в 2020 году, 26 посадочных мест. И в 2020 году еще один автобус, это «Газель», он небольшой, 18 посадочных мест. И есть один автобус, который 2014 года, ну это хорошо проходимый автобус, 4ВД, используется для работы в зимний период на Уктарь и Соколе. Подвоз учащихся производится по 7 маршрутам к 10 образовательным учреждениям. Все автобусы комфортны и соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены необходимым оборудованием, а также вся деятельность полностью лицензирована. На весь школьный транспорт оформлены страховые полюсы ОСАГО. За период 2020-2021 год не было зарегистрировано ни одного случая ДТП, где поприсутствовал школьный автобус. Ему уже 8 лет, но он еще не обитудил.